Ну что, здорово всем, у кого замедлился YouTube, я надеюсь, ты это смотришь жесткими лагами с компа, но смотри, пожалуйста, этот доз с мобильного телефона, чтобы исправить эту проблему и досмотреть меня в 4К. У нас проблема, замедляется YouTube, проблема с чем? С оборудованием, как говорят. Доказать, что это оборудование невозможно, но мне почему-то кажется, что это правда, и если бы это была неправда, то на мобильниках все работало бы вообще по-другому. Поэтому мы сегодня с тобой сделали некоторые манипуляции, чтобы YouTube заработал ровно в 4К, как работал он раньше. Я на самом деле нашел решение проблемы, оно лежало прямо на поверхности, просто нужно было немножко погуглить и походить по форумам. Было несколько вариантов, там что-то отключить, что-то включить, скачать какое-то расширение, сразу говорю, это работает не у всех. У меня это не сработало, поэтому я искал дальше и наткнулся на классную статью на форуме HappyPC, в которой нужно просто скачать архив, распаковать его куда угодно и запустить СМДшку, после которой вас, после перезагрузки компьютера, интернет и YouTube будут работать так, как работал раньше. Для начала нам нужно скачать goodbye.dpi, он находится по ссылке на гитхаб. Просто качаем вот этот архив, но я архив уже готовый, закину в телегу. Дальше, если у вас браузер на хромеуме, Edge, Opera, Яндекс, они все на хромеуме, в зависимости от вашего браузера вы вводите флаг, скажем. Ну, собственно, вот выглядит как и Experimental Quake Protocol у меня сразу стоит, ставим Disabled, ну, то есть отключаем его как бы. Дальше вот из этой папки, чел залил нам на Яндекс.Диск, качаем все три файла и закидываем в распакованный архив. Дальше мы все закидываем в одну папку и правой кнопкой мыши нажимаем запуск от имени администратора, нажимаем Enter, перезапускаем комп и у нас все начинает работать. Первая у меня не сработала, заработала зато вторая. Собственно, ничего сложного в этом нет. Я не разбираюсь в технических составляющих, поэтому я все эти файлы закинул в GPT и спросил у него, а че это за дерьмо. Эти файлы помогают ускорить доступ к YouTube и другим сервисам, перенаправляя DNS-запросы через более быстро эффективные серверы. Они также блокируют доступ к определенным сайтам, соответствующим RF, и позволяют легко устанавливать и удалять эти правила на вашем компьютере. В общем, это набор инструментов для улучшения интернет-опыта и соблюдения локальных регуляций. Вот, мне кажется, вполне понятно. И все файлы будут у меня в Telegram-канале. В YouTube я оставлять не буду ссылки на эти файлы, потому что там ссылка на GitHub, там... Ну, короче, YouTube может просто эти ссылки удалить. Поэтому прыгайте в телегу и забирайте оттуда файлы. Я их прям дозалью. Ну, короче, настраиваем, запускаем. Кто работает, мы довольны. Смотрим дальше YouTube. Учимся, обучаемся. Смотрим фильмы, мультики. Наслаждаемся жизнью. Но, возможно, всякое. Поэтому будьте осторожны, используя любые способы. Следите за тем, чтобы они были законные. Собственно, с вами был Буга. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok